До одного из главных праздников православных верующих, Пасхи, осталось совсем немного времени. Миллионы людей сейчас трепетом готовятся к важному событию. Посещают храмы, наводят порядок не только в мыслях, но и в доме, красят яйца, пекут куличи. Эти ритуалы для славян стали уже традиционными, а в других странах есть свои праздничные обычаи. К примеру, в Испании всю неделю до Пасхи, в нашей стране она называется «Страстной неделей», люди выходят на улицы в колпаках с отверстиями для глаз. Таким образом, участники процесса символизируют кающихся грешников. На мать на «Страстную пятницу» тоже можно увидеть красочное зрелище. Алла уже много лет подряд ездит на этот солнечный остров. Ей посчастливилось своими глазами лицезреть пасхальную церемонию. Много людей выходят на улицы в сопровождении архиепископа, люди изображают сцены из Библии, мучения Христа показывают. Добровольцы выходят на улицы и идут босиком в цепях, носят белые балахоны в основном. И за ними идет оркестр, играет громкая музыка. Интересно празднуют Пасху в Германии. В одних регионах проводится традиционное конное шествие, в других устраивается большой костер. В Польше на следующий день после Пасхи принято обливать друг друга водой. Такая забава особенно популярна в деревнях. А вот в Ливане все совсем по-другому. Жухайна впервые приехала в Беларусь из этой солнечной страны 13 лет назад. Сейчас она учится в ординаторе в медицинском университете. Теперь девушка вместе со своей семьей празднует Пасху и по ливанским, и по белорусским традициям. В Ливане Пасха – это для нас очень большой праздник. Мы за день украсим яйца, выпекаем куличи с фисташками, либо с грецким орехом, либо с финиками. Обычно ходим друг к другу, да, конечно, в гостях поздравлять. И мы свои гости угощаем нашими куличами и шоколадными пасхальными яйцами. Традиционно пасхальное блюдо в славянских странах – кулич. В других краях готовят свои праздничные яства. К примеру, в Италии пекут соленый пирог со сваренными яйцами и шпинатом. В Греции варят суп из бараньих потрохов, а в Англии делают специальные пасхальные булочки. Рецептом последних с Марией поделился близкий друг семьи – истинный англичанин. Сперва просеиваем муку и добавляем в нее кусочки сливочного масла. Растираем руками, пока смесь не превратится в крошку. В рассеянную муку мы добавляем дрожжи. Взбиваем яйцо, добавляем теплое молоко. Тщательно все перемешиваем и замешиваем однородное тесто. Сахар, соль, корица, молотый мускатный орех – все это добавляем в тесто. Не забудьте добавить лимонную цедру и изюм. Тесто должно постоять в теплом месте минут 40, затем его нужно разделить на ровные части и сформировать в булочке. Англичане обязательно делают на них крестообразные надрезы ножом и заполняют их смесью из воды и муки. Выпекаются пасхальные булочки при температуре 180-200 градусов 15-20 минут. Наши пасхальные английские булочки уже готовы. Поздравляем от всей души всех с наступающим праздником! Возможно, такие аппетитные английские булочки в этом году украсят и ваш праздничный стол. Главное, чтобы за ним собралась дружная семья. А это, согласитесь, одна из самых важных пасхальных традиций во всех странах. Диана Галих, Владимир Слиш, Утро Студия, хорошего настроения!